Привет! Об ирландских похоронах мы уже говорили, а сегодня поговорим о не менее веселых новоорлеанских. Зачем афроамериканцы на похоронах переодеваются в индейцев и девушек из квартала Красных Фонарей? И при чем здесь масоны и вудуисты? Давайте разбираться. В Гане есть знаменитые танцующие носильщики гробов. На Мадагаскаре родственники танцуют с выкопанными телами предков, ну а в Новом Орлеане покойников провожают танцами под звуки джаза. Джазовые поминки там устроили даже в честь Дэвида Боуи. Вообще ни в коем случае не хотелось бы заниматься, что называется, вайтсплейнингом. На самом деле мне самой давно было интересно разобраться, почему сложилась именно такая традиция, и почему именно в Новом Орлеане, и в конце концов, почему джазовые похороны так похожи на карнавал. Как оказалось, в этом городе карнавалы и похороны являются частью одной и той же культуры, так называемого второго ряда. Что это за второй ряд? Ну вот когда во время какого-то массового мероприятия идет официальная колонна, там организаторы, представители церкви, оркестр, это так называемый первый ряд. Второй ряд это все те люди, которые примыкают к ним неофициально. Соседи, танцоры, иногда даже туристы. На похоронах сложилось такое же деление. Был катафалк и близкие родственники со священником, а была толпа людей, которые вместе с ними плакали и веселились. Причем плач переходит в веселье буквально через один квартал. На кладбище идут под траурную музыку, а похоронив покойного или отпустив его, как говорят местные, оркестр начинает на обратном пути играть церковные гимны в ритме рэгтайма, или вообще песни с текстами в духе «Наконец ты околел, старый грязный пес, и я буду рад, когда подохнешь ты, разбойник». Многие даже утверждают, что джаз как стиль появился благодаря траурным процессиям. Сам Луи Армстронг говорил, что джаз это музыка, которая вышла из могилы. Давайте посмотрим, почему так получилось. В 1803 году Наполеон продал территорию Луизианы Соединенным Штатам, и постепенно Новый Орлеан превратился в такой котел, где соединялись, но не смешивались, очень самобытные культуры. Помимо белых, это были свободные креолы, часто говорящие на французском, и рабы, выходцы из Африки или Карибских островов, например, Гаити. Их присутствие так сильно сформировало город, что культурно его относят не к югу США, а к странам Карибского бассейна. Церковные власти предписывали, что у рабов должны быть определенные права, например, право креститься и быть похороненным по христианскому обряду, или право на отдых в воскресенье и в дни церковных праздников. А муниципальные власти выделили для них отдельное место, где можно проводить досуг, а именно площадь Конго, где было официально разрешено играть на африканских барабанах. Поскольку больше ничего хорошего белая администрация темнокожим дать не могла, им приходилось полагаться друг на друга, и здесь на помощь приходили тайные общества. В Западной Африке на протяжении многих столетий были распространены межплеменные тайные общества. Некоторые из них напоминали современные банды, а другие выполняли исключительно общественно полезные функции. Например, помогали организовывать похороны с почестями. Свою культуру они принесли и в Америку. А позже некоторые свободные афроамериканцы и афрокарибы начали вступать в ложи вольных каменщиков, членов которых тоже положено хоронить со всеми масонскими регалиями, включая особый фартук. К концу 19 века, когда уже на носу была официальная сегрегация, афроамериканские тайные общества в Новом Орлеане плодились как грибы. Постепенно там появилась и такая форма взаимопомощи, как особые клубы досуга. Они организовывали разные банкеты и парады, а также, конечно, помогали с размахом хоронить темнокожих горожан, которые сами по себе такое позволить не могли. Нужно было периодически платить определенный взнос, и если человек был членом клуба в течение года, то его семье уже полагался бесплатный катафалк. После двух лет катафалк и бесплатное бальзамирование, а после трех лет ко всему этому бонусом шел лимузин. Когда такого человека хоронили, весь его клуб обязан был его провожать. Точно так же с парадом хоронили своих, например, пожарные, которые до 1850 года в Америке были исключительно добровольцами и тоже смахивали на масонский орден. Даже песни, которые исполняли на таких похоронах, могли быть секретными. Например, популярный в 40-х духовой оркестр Эврика Бэнд играл по нотным записям, на которых названия песен не были подписаны. Все они были просто пронумерованы. Самой популярной была некая песня номер 51. Оказывается, их руководитель Рэд Аллен специально отрезал названия гимнов, чтобы конкурирующие оркестры не узнали и не украли их репертуар. Причем и без завистливых соперников быть музыкантом на похоронах было довольно опасно, потому что на джазовые похороны сходятся порой тысячи людей, и ни одна, наверное, сотня музыкантов травмировалась или рассекла себе губу об собственную трубу или тромбон, когда эта толпа начинала толкаться. Для того, чтобы такого не происходило, у второго ряда, то есть танцоров и зевак, есть распорядитель или гранд-маршал. Он буквально командует парадом и иногда даже специально уводит танцоров подальше от основной процессии. У гранд-маршалла есть свой антипод, так называемый клоун или сорви голова. Как и остальные танцоры, такой человек, сопровождая процессию, обычно старается встать повыше, залезть на чужую машину или мусорный бак и там исполнять характерные па, или, как один свидетель писал, совокупляться с воздухом. Сорви голова обычно исполняет особо опасные трюки. Например, в 70-х на похоронах часто плясал человек, известный как Спайдермен. Его специализацией были танцы на крышах. Неизвестно, как сложилась его судьба, но парады и джазовые похороны остаются опасными и без такой акробатики из-за периодически происходящих там конфликтов с полицией и перестрелок. Когда процессия движется по улицам Нового Орлеана, она делает остановки в определенных местах, где исполняются определенные гимны. Только эта практика вдохновлена не крестным ходом, а скорее религией Вуду, которая попала в Америку с Гаити и в 19 веке стала там автономным явлением. По аналогии с гаитянскими жрецами Мамбо и Унганами, в Луизиане Вуду практикуют так называемые Вуду-принцессы и доктора. Конечно, колониальные власти были нифига не рады такому развитию событий, и когда темнокожему населению для танцев выделили отдельную площадь, это было сделано не от большой щедрости, а наоборот для того, чтобы удобнее было контролировать и щемить вудуистов. Но у того, что белые американцы прессинговали последователей этой религии, был и неожиданный хороший итог. Если раньше выходцы из Африки и Карибов воспринимали свою музыку исключительно как часть религии, то из-за гонений они стали ценить ее и саму по себе, то есть как искусство. Конечно, среди афроамериканцев в 19 веке были и свободные, даже образованные городские жители, но когда были введены законы Джима Кроу, эти люди оказались такими же сегрегированными, как и нищие афроамериканцы, потомки рабов. И когда эти образованные, знающие музыкальную грамоту люди стали смешиваться с малограмотными музыкантами, которые играли блюз и госпел в бедных церквях, пока сами потихоньку верили в гаитянских духов, от их взаимодействия родился джаз. Почему джазовые похороны это такие сексуализированные мероприятия чуть ли не с тверком? Опять-таки, благодаря гаитянским корням. Похоронами заведует дух, или вудуизме их называют лоа, папа-геде, покровитель смерти и размножения. Одно с другим всегда взаимосвязано, так что если в Новом Орлеане только что похоронили какого-то уважаемого общественного деятеля, а теперь по дороге с кладбища парни делают вид, что сношают столбы, а девушки обмахивают себе лобки веером, то это не значит, что им плевать на покойного. Как раз наоборот. Ну а еще папа-геде покровитель превращений, так что он закономерно превращает траур в повод для танцев. Например, на похоронах 17-летнего парня, убитого в перестрелке, его мать может станцевать прямо на крышке гроба. Музыканты иногда часами блокируют движения на мостах и перекрестках, потому что для вудуизма это очень важные локации. На перекрестке, как известно, можно встретить легендарного барона Субботу. Ну а самой радикальной версией перекрестка, конечно, является кладбище, пересечение мира живых и мертвых. С вудуизскими духами смерти связаны и так называемые банды скелетов. Это мужчины в черных костюмах с нарисованными на них костями и порой в передниках с изображениями гробов и крестов. Они очень контрастируют с обычными посетителями джазовых похорон, которые, как правило, просто одеты в строгие костюмы, но держат цветастые зонтики. Изначально эти зонтики полагались для того, чтобы пережить несколько часов на жаре в костюме тройки, ну а потом прижились и как самостоятельный аксессуар. Но если с точки зрения стороннего наблюдателя такие персонажи, по крайней мере, вписываются в антураж, то порой во втором ряду можно встретить еще более колоритных людей. Например, женщин, одетых как кукол, и мужчин в фантастических костюмах индейцев. Афроамериканцы, конечно, никогда не жили полностью изолировано. Иногда они дружили против колониальной администрации с канадскими католиками, а иногда даже с пиратами. Но особенно прочной была их связь с коренными жителями Америки. Убегая с луизианских плантаций, африканцы могли погибнуть на болоте, а могли быть спасены местными племенами, если, конечно, те сами не практиковали рабство. Беглые рабы, которые селились вдали от колонии и ассимилировались с коренными жителями континента, получили название Марунов или Маронов. Та самая площадь Конга, на которой рабам разрешалось каждое воскресенье играть свою музыку, раньше была местом, где народ под названием Хоума праздновал сбор урожая кукурузы. И они продолжали это место посещать, соответственно, вступая там в культурный обмен с темнокожим населением. На пересечении индейской и афроамериканской культуры родилась такая же любопытная система взаимопомощи, как и внутри самих афроамериканских общин. Уже не просто члены общего братства выходили друг за друга, но и появилась такая себе солидарность между угнетенными из разных групп. Среди них были, конечно, люди, угнетенные больше прочих. Например, такими всегда являлись темнокожие женщины, вовлеченные в проституцию. Во времена сегрегации они оказались практически вне закона, но во время массовых гуляний даже они могли проявить характер. Такие женщины договорились создать что-то вроде собственного сестринства и стали выходить на парады в костюмах кукол. Так что если на похоронах в Новом Орлеане вам встретится девушка в таких рюшах, то знайте, что это бэби-долл. И не спешите ужасаться. Они изображают не детей, а именно кукол. Поскольку на момент появления этой субкультуры фарфоровые куклы были очень дорогими и исключительно белыми, а черных женщин с куклами ассоциировать было как бы не принято, бэби-долл таким образом занимались тем, что сейчас называют апроприацией. Но все-таки самый яркий движ родился именно на пересечении традиций афроамериканцев и коренных американцев. Когда вудуистов начали максимально щемить, они создали ряд обществ, которые визуально не были связаны с вуду, и копировали индейские костюмы, но в реальности маскировали за ними свои традиционные верования. Например, за перьями и бусинами скрывались древние символы африканского племени Йоруба. В баптистских церквях тем временем могли, например, взывать к духу легендарного лидера коренных американцев Черного Ястреба, и с ним же контактировали популярные в то время спиритисты. В 1883 году вождь Бекаты Батист, у которого в родне были и африканцы, и коренные американцы, начал традицию индейцев Мордигра. Таких групп сейчас очень много, включая знаменитых желтых Покахонтас. Каждый член такого общества ежегодно с нуля шьет себе новый костюм. Стоимость его производства доходит иногда до нескольких тысяч долларов. Один из вождей индейцев Мордигра, Элисон Монтана по прозвищу Тути, не только прожил всю жизнь, отстаивая эту традицию, но и умер, продолжая это делать. У него случился сердечный приступ, когда он выступал в Новоорлеанском городском совете и требовал, чтобы полиция прекратила преследовать участников парадов. Говорят, что когда в музее Нового Орлеана проходила выставка в память об этом вожде, то она была второй по посещаемости после мумии Тутанхамона. Короче, даже на карнавал Мордигра иногда говорят, что это джазовые похороны без покойника. А когда хоронили вождя Монтану, то говорили, что это был Мордигра в июле. И движ нужен не только для того, чтобы сплотиться, а он к тому же помогает вернуть людям улицы. Большинство хардкорных участников парадов не владеют недвижимостью, тем более в центре Нового Орлеана. А те, кто и владел раньше, те лишились домов после урагана Катрина. Кстати, добровольческие бригады, которые спасали людей после урагана, тоже называли вторым рядом. Маршируя за гробом одного из членов общины, эти люди присваивают себе улицы целиком. Многие при этом лупят палками по дорожным знаком. Это такой символический жест, который показывает, что второму ряду плевать на слова вроде «стоп» и «дай дорогу». Но если раньше джазовые похороны в основном устраивались в честь знаменитых музыкантов или каких-то выдающихся активистов, то сейчас многие джазмены специально пишут в завещании «никаких джазовых похорон», потому что считают, что обычай скатился и стал шуткой для туристов. Ну а может, они просто не хотят, чтобы по дороге с кладбища в их честь пели «наконец-то ты околел, старый грязный пес». Пишите в комментах, какую песню должны играть на ваших похоронах, а следующее видео выйдет только на патреоне, но я скоро вернусь и в общий доступ. Спасибо, что посмотрели. Все классные исследования, на которые я опираюсь, как обычно, в описании. Знакомьтесь на здоровье, а сейчас переключайтесь. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok